МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Амурском судостроительном заводе запустили уникальный комплекс плазменной резки. Сейчас здесь работают сразу над несколькими корветами и ракетными кораблями. Это единственное на востоке России предприятие, где полностью автоматизирован весь цикл работы с металлом – от очистки и окраски до раскроя лазером и плазмой. Такой подход не просто закрывает потребности судостроения на Дальнем Востоке, но и дает возможность решать задачи партнеров в нефтегазовой отрасли, строительстве мостов, линии электропередач, выпускать продукцию строительного и железнодорожного назначения. В новое, а главное просторное жилье скоро переедут животные Читинского городского зоопарка. В питомнике Амодова развернулась большая стройка вольеров для 300 животных. Фундамент будущего жилья практически заложен. К концу октября новые квартиры для зверей должны быть готовы. Площадь зоопитомника – 12 гектаров. В планах расширится еще вдвое. Также здесь появится зона отдыха с тропинками и скамейками. Планируют построить экзотариум, где будут обитать лишь теплолюбивые животные. В Южно-Сахалинске по поручению губернатора в здании бывшего спортклуба «Дзюдакан» отремонтировали репетиционное помещение площадью 500 квадратных метров. Теперь по специальному танцевальному паркету легко скользить. Светодиодные лампы создают равномерный свет, а современная аудиосистема обеспечивает хорошее качество звука во время репетиций и выступлений. Жители и гостей Камчатки приглашают 20 мая на «Чистые игры». На полуострове стартует ряд экологических акций в рамках арт-фестиваля «День вулкана». На мероприятии участники будут соревноваться в сборке мусора и умении ориентироваться по GPS-навигации. Кроме того, это увлекательный квест с призами, где участники ищут артефакты, разделяют отходы, получая за это баллы. Всемирный день пчел отметят в Приморье 20 мая. Развлекательные мероприятия состоятся в медовой столице края – селе Анучино. Праздник начнется с зарядки скандинавской ходьбы. Возле Дома культуры пройдут мастер-классы, презентации агроклассов и школьных лесничеств. В конкурс «Маленькая пчелка» будут работать игровые и фотозоны. Отметим, новый пчеловодческий сезон стартовал в крае с наступлением теплых солнечных дней в марте. По словам специалистов, зимовка пчел прошла хорошо. В этом году планируется собрать не менее 6,5 тысяч тонн сладкого продукта.